То, что он, скорее всего, фуловый, потому что если инфа есть, что он родовый, она и будет, в принципе, если она есть. Инфы никакой не было, они сами дали его запустили. Запустили пацана с уашками, да им вообще повезло, что он не запрыгнул, просто и так не убил. Ребята дали ему сыграть, дали свободу воли, дали свободу воли такую, что он просто вытащил раунд. Он сделал все правильно, он сделал все по классике жанра. То есть ошибка, ошибка сделали. Открылся под одного так, что закрылся под другого. Все, тут это их были проблемы, только их. Ничьи боли. Команда Таиланда красавчики просто, на самом деле. И они, скажем так, показали то, что прошлый финал был случайностью. Это реально было случайностью. Но тогда и у команды Бразилии летело более лучше, скажем так. Сейчас они не показывали вообще никакой игры. Абсолютно никакой. Может быть, это сказывает вовремя. Но в конце-то они постреляли? В конце-то они что-то начали? Они в конце постреляли, но я их хотел сейчас сравнить с командой Респект. Это точно так же первая игра у Бразилии. Игра с серьезным соперником. И вот он результат. Проигранные очки. Я очень сильно жду, на самом деле, матч Таиланд-Турция, в котором, в принципе, это будет очень-очень-очень важно. Возвращаясь к респектам. Ребята 10-6 выиграли команду Европы. И это очень плохой результат. Если бы можно было ругаться, он бы на другую букву начинался. Да, мы предполагали, что там будет счет 10-2 или вообще 10-0, да? Да, тут счет 10-6. И тут ребята на Твиче пишут такие фразы о том, что если это Твич-эксперты, это наши коллеги, они как бы пишут что-то, что с такой игрой респектов, это была их последняя победа в группе. Не знаю, что с ребятами, он, творится, подходил в данный момент к Тео, но глаза у него потерянные, если честно быть. Будем откровенными, глаза потерянные, потерянные, как будто есть какое-то многое, ну, переживание в любом случае есть, потому что это мировое. Потому что они уже одну игру проиграли, вторую игру выиграли, они, скажем так, еле-еле. Это реально еле-еле. Что от них ожидать дальше, мы это узнаем уже чуть-чуть попозже, потому что у них как раз-таки игра с Бразилией дальше. И она начнется буквально там уже, может быть, через минут сорок, где-нибудь так, через час. Что еще можно сказать по Таиланду с Бразилией? Таиланд сразу показал то, что он приехал на этот чемпионат исключительно за победой. Его не устраивает ни второй, ни треть, ни какие места, и он хочет занять первое место в группе. Честно, берем объективно, да, у нас две команды из России, Respect is a Nation. Если Таиланд занимает первое место в группе, это не самый плохой вариант развития событий. Так как The Nation практически себе уже 100% обеспечили первое место в группе, я на это, по крайней мере, очень сильно надеюсь, о том, что они не расслабятся и не отдадут Индии, тем более не США, очень много раундов. Это самое главное для них сейчас. Если The Nation занимает первое место и Таиланд занимает первое, они уже не встретятся в полуфинале, максимум, что только финал. Что дальше? То есть для нас получается более удобный противник, если это так наступить. Либо это будут респекты наши же ребята, либо это будут бразильцы. Ну, тут тоже, знаешь, спорный вариант. Если это будет респекта, да, то есть вариант того повторения финала в Москве. Респекты выиграли. Да, у них был плюс в одну карту, и они сыграли 3-2 по картам. Тут вот тоже непонятно. Если бы это был обычный рядовой матч, то ЗН бы тогда забрали его, если бы они вышли по верхней сетке. Ну, будем смотреть, да. То есть сейчас мы можем только дальше анализировать. Нам нужно как минимум еще две игры, чтобы сыграла Бразилия и сыграла игру Таиланд. И от этого мы можем уже отталкиваться и понимать, что и какие позиции вообще в принципе рассчитывать ребята. Очень прошу респекта. Вы меня сейчас в данный момент слышите. Пацаны, соберитесь и выиграйте Бразилию. Это ваша главная задача на данный момент. И даже не Таиланд выиграть. Главное сейчас вам выиграть Бразилию. Да, выиграть Бразилию, а там уже может быть… Так, что у нас значит по статистике в группах? Ну, ЗН до сих пор… Остаются лидерами. Да, остаются лидерами. Две игры, две победы. Это 6 очков. Далее идет команда Индонезии. Две игры, одна победа, одна поражение. За ними следует команда Индии, но это уже и особо сильно не важно. В группу Б. В группу Б, да. Ребята из Таиланда обеспечили себе в данный момент пока лидерство в группе. Ну, получается, они себе выиграют еще одну игру. Они выиграют игру, как сказать, им нужно выигрывать 100% Турцию или Респект. Для того, чтобы практически 100% себе обеспечить выход. Но там кто-то может удивить тех же самых Таиландцев. Что мы имеем на данный момент? На данный момент у нас ребята на сцене готовятся The Nation против Индии. The Nation против Индии. Ну, честно, я вот такой вот сижу, говорю там все и это и то и все. Индия ни о чем. Вот так вот. То есть ты считаешь, что вообще-то... Я считаю, что... Им должно что, не выходить? Нет, пускай выходят. Сели, ушли. Сели, сыграли, ушли. Все. То есть как бы должно быть понакатанной. Понакатанной должно именно со стороны The Nation идти. Они должны показать, кто в доме хозяин, чья это страна и за кого они кого не представляют. Ваня соберется, он не даст пацанам расслабиться. Это я вам 100% говорю. Главное, чтобы они стреляли. Я не переживаю, допустим, вообще никак за этот матч. Его мусолить очень... Даже, может быть, нет никакого смысла. Потому что The Nation тут наголо сильнее. И удивлять? Наголо. Удивлять. Удивлять максимум, что они сами себя там удивят. А, перемудрят. Перемудрят, да, где-то. Отдадут там 2-3 раунда, 4, ну 5, ну 6. Так, спокойно. Вот это вот не надо, пожалуйста, грязи, ну 5, ну 6. Давай там удивить. То есть нет. Наши ребята не дадут. В рамках Сразумного, да. 2-3. 2 раунда, не больше. Да. Хорошо. 2, да? Ну, пускай будет. Ну, они могут. Ну, пускай 3 тоже будет. Я поставил все-таки на 10-3. Не, ну 3. Ну, 3. 3, знаешь, это. И гранату можно что-нибудь сделать с ней за 3 раунда. Это мы за 2 стороны, правильно? 3 раунда берем. Не за 1 сторону. Ну, нет, почему? За 2. За 2, да. Конечно. Зачем? Зачем усложнять, верно? А с гранат у нас играла как раз, по-моему, Индия, когда они, штаты, пронесли несколько раундов по одному, по два, по одному, по два гранатами. Ну, это уже недочеты Северной Америки, скажем так. О, ну что можно сказать? Что еще? Что? Ну, параллельно с этой встречей будет матч Северная Америка-Перу. Северная Америка-Перу. Вот это заруба. Вот это вот заруба, опять ничего не решающая, скажем так. Нет, ну это решает для команды Перу это решает. Для команды Перу это решает. Нет, кстати, у перуанцев, у них какая-то такая, знаете, специфические там общение с Северной Америкой, я так и не понял, почему. И вообще с какой-то с Латинской Америкой, вообще с Америкой тут. Вот в Латинской Америке они там друг с другом чили, там ненавидят друг друга. То есть мы на прошлом году, когда были на BIC в Индонезии, там очень жесткие контры были, и там было прям раунд в раунд, там не отдать никому. Ну как это? Это может быть повторение того. Ну я еще раз говорю, вы сами видели, как играет сборная Северной Америки, она играет на Расслабоне. Она приезжает, всегда говорит, что она приезжает отдохнуть. Они приезжают в своих голубеньких очках и дарят их всем. Кто хочет, приезжайте в Сокольники и попросите у этих. Они подарят? Да, они дарят. У меня дом лежит. Вот так вот. У Джонни три, наверное, уже пара. Он с каждого мирового просто у них крадет эти очки. В общем, перейдем все-таки давайте к матчам. Не к Северной Америке, Перу. The Nation, India. The Nation, India. Ну, Ваня. Карта. Какая будет у нас карта? Карта. Карта будет убежище. Ну, я пошел? Да, давай, пока. Убежище. Ну, так вот. Насчет убежища. У ребят оно поставлено хорошо. Для того уровня и возможности, которые были, они его достаточно хорошо подготовили. Это сто процентов. У них есть и прокиды, у них есть аркады, у них есть хорошие сейвы, дефы и все, что только можно быть. Чем может удивить Индии? Я, честно говоря, не в курсе, есть ли вообще на индейском у индейцев убежище. Есть оно или нет, я, честно говоря, не в курсе. Шутки за 300 подъехали. Ну, смотри, у нас есть статистика по играм Индии, если ты откроешь соответствующую вкладку. Ну, как бы из нее все, что мы говорили, видно. Давайте уже, наконец-то, мы насладимся следующим матчем. Посмотрим, кто победит. В противостоянии двух команд. Теперь время для матча 5. Позвольте приветствовать здесь, на этой сцене, команда из Индии, НТТ eSports. Аплодисменты, друзья. Аплодисменты, друзья. И их противостояния, страна, 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 страна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 18. 19. 19. 20. И мы вернемся к нашим кастерам. И второй выход команды The Nation на эту сцену. Ну что же, параллельно ребята успели сыграть матч за сценой на секонд стейдже. Ну и в общем-то был очень жесткий напряженный матч. 8-7 буквально в один раунд обыграли Индонезию. Битва была нос к носу. Да, я поговорил с ребятами, говорят, на самом деле мы выиграли заранее. И там три раунда, и потом просто расслабились. И чувствуют силушку. Два матча уже выиграны. Осталось выиграть еще две каточки. И это матч как раз против Инги. И еще одна встреча останется в группе у The Nation против как раз команды Северной Америки. Ну можно говорить против US, да? Да, пока что, судя по цифрам, судя по тегам команд, ничего не предвещает беды. Но самое главное, не расслабиться. Потому что все-таки фактор давления сцены и фактор того, что все-таки Индия-то США обыграла 10-4. То есть уверенно. Да, к сожалению, для нас с вами еще один матч без звука в зале. По крайней мере без комментаторов. Зрители в интернете, конечно, полностью смогут насладиться просмотром. Но я думаю, те, кто вершли в Сокольники, и с игроками могут пообщаться. И, конечно же, насладиться замечательной и прекрасной атмосферой этого, ну, можно сказать, чемпионата Бира. Point Blank World Challenge. Вот я только что очень сильно удивился, как Бразилия так слабенько все-таки. Да, я думаю, все удивились. Это сенсационный проигрыш, казалось бы, на своей сильной карте с таким звездным составом. Взяли всего лишь два раунда. Но хочется верить, что это мотивирует бразильцев, а они не поплывут. Но только что слышали наших аналитиков. Ребята говорят, что, в принципе, все должно быть хорошо. Но мы вспоминаем результат предыдущего матча Индии. Там 10-4 против тех самых ребят из Америки. Да, многие скажут, что это не самые супер-топ коллективы на этом чемпионате. Но расслабляться не стоит ни на секунду. Один вот такой неудачный матч, один какой-то проигрыш в том матче, где ты вообще не собирался проигрывать, он может выбить вообще из колеи лучше. Добиваться 100% результата четырех матчей из четырех. Я думаю, ребята, именно на такой результат настроены. Пока что все получается в ZN. Но, опять же, посмотрим, как пойдет. Сейчас веселая карта убежища. Об этом уже говорили наши аналитики. Мы с кланом, конечно же, очень сильно повеселимся на этой карте. И посмотрим, посмотрим, как пойдет игра. Не самая популярная все-таки карта у нас. В регионе, да, практически не играется. Но, тем не менее, в маппуле она присутствует. И сегодня будет, по-моему, сыграна даже еще один раз в предпоследнем туре, если я, конечно, не ошибаюсь. Командам удачи, The Nation Attack, их оппоненты, как мы видим, обороняются. Индия делает entry kill. Вот это да, вот это новости. Рейден отправляется на респаун сразу же. Размен вейзика. Джонни пытается пушить мост, но нужно действовать более активно. Зозо за машиной. На самом-то деле очень напряженная ситуация. Но Джонни и Джейкейк очень круто разбираются. Посмотрите, два минуса. И теперь последний игрок команды Индии вынужден просто показывать нам какой-то невероятный клач. Что же, клон, entry kill и бомбардир. Команда Eternity один против двоих. Собрал он фу по плэнтищему. Ну и в принципе все. Минус от Джонни. 1-0. Начало положено. Ну и немножечко о команде из Индии. Может быть, уже говорили наши коллеги. Может быть, вы в предыдущих матчах также отмечали этих ребят. Но довольно возрастная команда. Вот очень интересный факт. От 24 до 29 лет. 24, 26, 26, 27, 29. Это, наверное, одна из опытнейших и взрослых команд по возрасту. Да, так и есть. Такие вот ветераны индийской сцены. Приехали в Москву. Обыграли уже американцев. Но сейчас оппонент очень непростой для Eternity. Это фавориты турнира на домашней сцене. Во втором раунде вновь качели. Стоит отметить, огрызаются довольно неплохо индийцы. Ну и вроде бы вновь на базу А. Откроется команда ЗН. Остался один Рейден, один в три. А как так-то? Где потеряли всю команду? Ну, по всем фронтам просто были потери. Ну что же, Рейден. Первый матч немножечко нервно получалось. Не все моменты получались. Но, в принципе, попозже раскочегарился. И, в принципе, посмотрим. Может быть, наш игрок как раз сейчас сможет показать нам невероятную ситуацию. Минус 2. Хорошо. Дабл 1 на 1. Знает, где соперник. Но хэдшот. Вот это. Феноменально. Вот это жесть. Надеюсь, друзья, не слишком сильно покричали. Но Рейден жестко раздал. Да уж. Только ты сказал, что в первом матче как-то не собрался. Как он взял и вытащил один в три. Действительно классно. Просто на кураже. Ну вот и первые клачки. Появляются жесткие у нас на чемпионате. Игра продолжается. Зетнэйшн пока что неплохо атакует. Ну и, в принципе, пока все идет так, как и ожидали наши аналитики. Да. Счет 2-0. В одну калиточку. Но все-таки, наверное, можно похвалить. Этернити оставались они в большинстве. То есть шансы все-таки были, выровняя статистику по счету. Ну что же, начинается небольшой прокид от Зетнэйшн. Попытаются запушить соперников. Но сами попали в засаду. И посмотрите. 3 в 2 ситуация. Битые игроки Зетнэйшн. Посмотрим. Рейден и Джонни Кей сейчас должны тащить. Вновь на длину. Акцентирует свой вектор внимания Зетн. Но сейчас их очень серьезно наказали за такую одностороннюю атаку. Ну что, не знаю, слышали сейчас на переходе Джонни Кей. Ну, по-моему, да. По крайней мере, нет, не услышал соперник. Минус клон. Но, правда, еще 2 оппонента. И, конечно же, 13 хп. Но очередной какой-то невероятный клатч должен быть от игрока Зетнэйшн. Опытнейший капитан российского коллектива. Сделал первый минус. Конечно, мы с вами видим состояние здоровья. Но времени более чем достаточно. И через Терри Спаун с уходом на миддл Джон Кей сейчас должен уже выбрать финальную точку. Ну, а Б все-таки поворачивает. Ну и, кстати, там один игрок. Посмотрим. Посмотрим, что сможет сделать Джон Кей. Выползает. Ну, вот кто первый, кого зачекает. И Джон Кей все-таки не был готов. 9 миллиметров дарит своей команде наконец-то первый раунд. Счет 2-1. Показывают нам собранных игроков команды Этернити. Ну и, наверное, надо завязывать с походами на длину за Н, потому что как раз-таки к таким раундам готовы их соперники. Ну, с другой стороны, они уже там посмотрели, как держат ребята из Индии. В принципе, уже могут сделать свои изменения. Рейда начинает все с минусов. Хэдшот по клону. И уже есть хорошее преимущество для атаки 5-4. Думал, становится. Ребята, я иду дальше. Минус от Джонни. Хороший размен от клона. Да, Джонни протаранил просто плен. По итогу, как мы видим, с большинством одного игрока были за Н, но ненадолго. Джонни. Третий минус в раунде. Да, клон еще жив. Извините, оговорился немножко. Это Бонзи забрали. Но все хорошо. Отлично. Гантеля разбирается. Браво. Браво за Н. Отдельно вот нам показывают героя этого раунда. Даниил Савостин, он же Джонни. Дает инфу, жует жвачку. В общем, молодец. И делает даблы. Довольно часто одного соперника, точнее двоих соперников сразу забирает этот парень. Ну что же, поехали дальше. Немножечко хотел поговорить о ребятах из Индии. Вот то, что они умеют. Но очень быстро и динамично развивается событие на карте. Клон. Хороший минус. Ну и снова лонг. Да, видимо, любимая позиция команды ЗН. То ли не пали стратегии для дальнейшего использования этой карты. То ли действительно вот как-то здесь им попроще атаковать. Пытаются сплитом уже зайти в ситуацию 4 в 5. Потеряли еще одного игрока через переулок. Джонни хорош. Дает минус второго. Надо забирать просто обязан. Это происходит. Минус от Рейдена. Минус от Гантели. Браво, браво Гантеля Джонни. Мистер Даблкил. Пробрался в тыл соперника и уничтожил всю карту. Команду обороны под плентом. 4-1. Ух. Еще один раунд. И будет просто великолепно отыгранная первая половина. Нужно делать 5-1. И это будет отличный результат. Зоза на контакте. Но что-то не пошло им. Правда, тиммейты разбираются. Клон дает минус. Психовский тоже сделал фраг. Джонни. Как он атакует. Да, хорошо работает СОА-93. Да, и не только с этого девайса. Небольшой ответ от Бонзи. Наконец-то смог убить Рейдена. Еще одна клатч-ситуация. Зен в меньшинстве. Бонзи неплохо давит длину. И сделали свой минус. Правда, Хаешка застала врасплох. Да. Ну что ж, неплохой размен. Второй раунд для команды из Индии. Ну, на самом-то деле, вот ребята неплохо играют эту карту. Неплохо они действуют на убежище. Постоянно там то entry kill, то большинство. Но Z Nation на кураже просто. На опыте, на скиле, на стрельбе, что немаловажно тащит Зен. Мы помним клатч-раунд от Рейдена. Джонни в каждом раунде дает дабл-кил. Действительно, индивидуально превосходят Зен своих оппонентов. Ну, пока что выглядит это именно так. Гантеля хэтшот по Бонзи. Есть большинство ответа. Вот Зо-Зо минус Джей Кей. Гантеля. Зяныч отлично работает. Вейзик вместе с Гантелей. Парное взаимодействие. Пробили базу А. Вновь через эту пресловутую длину. Ну и теперь уже преимущество на стороне команды из России. Вейзик красный, но все, там уже последний. Отлично. Отличный фраг от Гантели. Еще один. Все шикарно. Ну и, в принципе, пока что можно посмотреть, что там по фрагам происходит. Кто сколько настрелял. Выделить отдельных каких-то героев. Но клон вот выделяется также в составе индийской команды. Да, клон действительно на первых ролях. Он зачастую пытается делать энтрикилы. Его запускают в качестве открывающего на позициях. Но вот пока что только два раунда. Возможно, вот где-то клатч три в одного все-таки стоило дожимать команде из Индии. Да, вот есть игрок под ником Псайковский. Он самый старший, 29 лет. Работает с читаком частенько, пока мы не так... По-моему, один раз один фраг увидели. Карта очень контактная. То есть здесь минимальные дистанции. Если где-то применять ИВП, то это или миддл. Но на длине вы видели там постоянно три оппонента. ЗН длину любят. И вот как раз клоны Бонзи являются именно таранами в этой команде, которые именно выходят первыми и должны просто и обязаны обеспечить большинство для своего коллектива. Ну и два суппорта. Это Зозо и 9 миллиметров. 9 миллиметров. Один раунд, кстати, потащил. Ну что, вторая половина. ЗН в обороне. Их соперники уже разваливаются. Но смотрите, два фрага. Ответа не последовало. Да, вроде бы хорошее было начало. Но теперь ЗН, будучи в защите, вынуждены очередной какой-то клатч-раунд. По крайней мере, раунд в меньшинстве разыграть. Джонни уже подловил 9 миллиметров. Неплохо. Очень просто все было. Сайковский бит. И у него очень мало КП. Можно и там поработать. Но клон все-таки показывает свой хороший АИМ. Подловил Рейдена. И ситуация 1-2 для Джонни. Ну что же, в принципе, Джонни работает пока что очень четко на морали. Да, ну и теперь по стопам Рейдена Джонни постарается выиграть клатч-разыгровку. Пока на него даже, по-моему, не смотрят. Да, игрок боком. Но как его донтии. Начекал, сделал минус. 7 кп остается. Не самый удачный тайминг. Ну что же. А тут одна позиция. Только через окно может выйти игрок из Индии. Ну отлично, отлично. По звукам сыграл. Но Джонни успеет. Да, успеет, конечно, бомбу раздифузит. Он просто красавчик. Джонни, по-моему, метит на MVP. Карта-убежище действительно очень ярко выделяется в коллективе. Четкие фраги. Он как и энтри-киллер, так и, как мы видим, клачер. Ну что же, Индия, соберись. Но все-таки должно быть обидно, если честно. Вот сколько раундов отдает команда. И на самом-то деле играют неплохо. И, если честно, по-моему, превзошли все ожидания нашей студии-аналитики. Так и есть. Ну вот они обеспечивают неплохие размены на старте. То есть 3 в 2, 3 в 3 постоянно у нас доигрываются раунды. Но вот под финальный аккорд почему-то у них силенок как раз и не хватает. Так, Джон Кей. Опять 9 миллиметров отдается номером 1. И тут просто серия простых фрагов для Z Nation. Но, правда, клон не сдается. Нет, 1-4 слишком сложно. Ой-ой-ой, Джон Кей попадает все-таки с пистолета. И это заслуженная победа команды ZN. Да, поздравляем парней. Очередные очки заработали. Уже 3 матча выиграно. 3 из 3. Да-да-да. Но напоминаю, что нужно доиграть полностью половину. Вдруг будет спорная ситуация. Но, наверное, если Z Nation заберут последний матч, уже все будет ясно. Им разницу раундов считать не нужно. У них будет 100% результат. Но, опять же, напомню, остается последняя игра. Да, против американской команды Антифраг будет сыгран этот поединок немного попозже. На бэкстейдж. Да, уже как минимум топ-2 в группе завоевали ZN. Кстати, довольно медленно сейчас отыгрывают террористы. Казалось бы, для них уже все более-менее понятно. Но вот захолдили на длине. Посмотрите, какой хороший сплит сразу получилось разыграть. Тернити. Ну и Визяныч что? Один в три. Просто клатч за клатчем для команды ZN. Ну, вот, наверное, это что-то будет напоминать нам, возможно, предыдущую встречу. Ребята, где они выиграли матч и потом немного расслабились и надавали раунды. Но, по крайней мере, они играют на победу. Это самое главное. Возможно, все-таки подсоберутся еще игроки из Индии. Потому что, ну, вот, три в одного. Сколько? Раза три или четыре. Был в таком, казалось бы, хорошем преимуществе этот коллектив. Визик отвлекли. Ой-ой-ой. Ну, ладно. Был быстрый такой вот выход через длину. И как раз-таки с ним не совладали россияне. Так, подумаем и посмотрим, что же там еще может быть интересного у команды из Индии. Все-таки довольно хороший раунд только что был разыгран. Может быть, что-то еще есть в арсенале этих парней. Понятно, расстроены уже. Не получилось содержать победу в матче. Но не нужно опускать руки. Нужно действовать до самого конца. Клон. Очередной хэдшот. На этот раз достается Джонни. Полетел все-таки за фрагами Джонни. Тем не менее, Гантели отвечает разменом. 9 миллиметров уже в респауне. Гантелю зажали с двух сторон. А, это Джей Кейбл. Это Джей Кейбл, да. Псайковский. Важнейший фраг. Гантели не получилось там давить соперника. Правда, погрыз неплохо. Вроде бы оппонента, да, там не так много хп остается. Посмотрите, там три красных. Два в четыре. По пульке. По пульке нужно попасть на самом деле. Зоза уже умер. Рейден отлично двигается на самом деле. Его вообще не ждали. Уже два на два. Ситуация из два в четыре. Все выглядит теперь довольно неплохо, учитывая то, что Псайковский красный. Но времени не так. Ну, 30 секунд. Нет, много-много. Они уже прямо под плентом. Да, действительно, ретейк может быть. Выход на точку. Чек правого угла. Но интересно, что индийцы-то действуют парно. Да, причем играют... А где же размин? Да, минус от Гантели. Тут уже можно диффузить. Нужно просто остановить соперника. Гантеля делает простой минус. Забирает раунд. Ну, просто красавчик. Ну, вот еще раз хотелось бы посмотреть на фраги. Сколько там уже настреляли ребята. Мы видим уверенность на лицах команды The Nation. Все получается. Огромный процент выигранных класс. Ситуация сейчас у россиян. Обратите внимание, даже сейчас два в четыре. И они потащили. Но, опять же, мы говорили о том, что четыре красных игрока. И, в принципе, может все получиться. Клон очередной. Энтри килл. Псайковский. Жесткий размен у нас на карте. Три в три ситуация. Ну, и теперь... Обычно, кстати, на этом этапе начинаются приключения. У Энтити, то есть индийцы, как раз-таки вначале хорошо фрагуют, размениваются. А под конец раунда не могут удержать инициативу в своих руках. Ну, вот он бежит просто с хаешкой. Да, Рейден его слышит. Прекрасно контролирует ситуацию. Дает минус. Остается последний, самый взрослый игрок команды. Псайковский. Ну, что, может на опыте вывезет? Ну, 49 хп всего лишь у него в запасе. Ходят такие слухи, что чем старше, тем тебе тяжело аимить. Тем хуже становится реакция. И вот посмотреть на опыт, точнее на возраст команды из Индии, то кажется, что там может что-то не получится. Но, на самом-то деле, реакция хороша. Действуют ребята неплохо. И, опять же, есть в других играх куча примеров, где возраст не проблема. Простой фраг для Рейдена. Да, девяточка. Девяточка. В копилку команды ЗН отправляется. Еще один раунд. И матч можно считать завершенным. Ох, эти аналитики. Все-таки, если сейчас будет десятый, то Шкан угадает очередной результат. Да, действительно, ребята просто сегодня на коне. Но это все-таки первый день. Завтра команды уже будут более близки по уровню. Там будет посложнее угадывать. Так, минус 9 от миллиметров. Изян, Цайковский. Рейден минус 2. Вот это очень, очень даже шикарно. Ну и очередное преимущество команды ЗН. Немного зажала сейчас атака. Казалось бы, они должны играть первым номером, но нет. Там давит Джонни. Отличный минус. Последний игрок это 9 миллиметров. Ну и тут стремято ему не совладать. Хотя Джонни перестрелял. Времени очень много. Ну, гантели, опять же, тоже не все хорошо по ХП. Но по инфе, я думаю, сработают просто шикарно. Пытается перетянуться. Мы видим через мост 9 миллиметров в сторону точки А. Ну и вот там, по идее, должен ждать гантеля на этой позиции. Если, конечно, не окажется боком. Чего, в принципе, быть не должно. Вот вообще инфы нет у последнего представителя атаки. Он идет вслепую. Ну а что делать? Нужно как-то попытаться либо дать минус, установить бомбу, потом разыграть ситуацию один в один. Но вроде бы есть лишнее пространство. Пошла перетяжка. Все-таки ЗН решили скоординировать свои усилия. Объединиться под Б. Не угадали, но ретейк понятный. 2 в 1. Да, ну тут главное не ошибиться, чтобы красный не получил сразу же. Не получили мы ситуацию один на один. Но посмотрим. Пока что огрызается 9 миллиметров. Уже есть вся информация. Дает хороший хэдшот. И теперь уже Рейден попадает в неловкую ситуацию. Рейден пытается действовать очень агрессивно с префайером. Красиво, красиво сделал. Ну что ж, поздравляем ЗН. Все-таки это 10-3. Шикарнейший результат. Третья победа. И остается один матч для этих ребят сегодня. Немного отдохнут и пойдут биться с американцами и канадцем. Так и есть ЗН. Три победы из трех. Гарантированный выход из группы А. Мы их уже 100% увидим завтра в полуфинале. Ну, конечно, последняя игра будет доиграна в любом случае. Поздравляем. Поздравляем ЗН. Спасибо соперникам из Этернити. Но мы видели, вот эти клатчи, по-моему, окончательно выбили весь настрой. Практически все клатч-раунды выиграли ЗН. Один в три, два в четыре. Снова один в три выиграли. Как-то вот тут не хватило то ли дисциплины, то ли вот мотивации под конец раунда дожать. То ли волнение. Все-таки игра на сцене. Да, против такого титулованного оппонента. Так сказать, все-таки ЗН на родной земле. При поддержке зала все это делают. И все это на Point Blank World Challenge, друзья, 2017 года. Да, браво, браво ЗН. Сегодня в великолепной форме находятся. Вот такой вот получился матч. 10-3. Аналитики, как всегда, на высоте. Буквально раунд в раунд угадали. Все четко разобрали. Все-таки поплыли. Этернити не смогли справиться. Зетнейшн сыграли просто шикарно. Ну, черт возьми, нужны повторы уже. Нужны эти моменты заливать в YouTube. Да, потренировались, к этому чемпионату подошли. Максимально собрано ЗН. И на самом деле показывают пока что супер достойный результат. Будем надеяться, завтра будет не хуже у них дела. Ну что же, друзья, пока что немножечко отдохнем. Передадим слово нашей студии-аналитике. Как раз ребята обсудят, что же так хорошо получилось на убежище у ребят, что не получилось у Этернити. Следующий матч, сразу же напомним, ребята, у нас на сцене. Это Турция против Европы. Ох, не самая сильная команда из Европы. Но будем надеяться, они провели работу над ошибками и все-таки навяжут борьбу туркам, которые, к слову, сегодня уже бы играли респект. То есть этих парней тоже списывать со счетов не стоит. Ну, эти ребята, по-моему, метят как минимум в полуфинал, а может быть и больше. Поэтому посмотрим, что они покажут. Ну и удачи, удачи их соперникам из Европы. Короткий перерыв. Скоро вернется работа нашей студии-аналитики. Ребята уже вот буквально в метре от меня готовы ворваться. Оставайтесь с нами. Сегодня еще куча матчей. Это буквально экватор сегодняшних трансляций. Мы только что перешли. Да, четвертая игра позади, впереди аналитика. Продолжение следует...